Мегамол Леруа Мерлен в Перми может начать работать в этом году. Строителям гипермаркета осталось получить разрешение на ввод зданий в эксплуатацию. По площадку по адресу Восточный обход 119 могут зайти 5 предприятий. О планах по развитию рассказал новый владелец объекта. Традиционные праздничные салаты становятся дешевле. Пермстад подсчитал, во сколько обойдется покупка новогоднего набора продуктов. Вечерний блок новостей на РБК Пермь. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Мегамол Леруа Мерлен в Перми может начать работать в этом году. Строителям гипермаркета осталось получить разрешение на ввод зданий в эксплуатацию департаменты и градостроительство архитектуры Перми. Строительство магазина велось 7 месяцев, но сдача объекта идет уже 4. Сегодня представитель компании Декис, подрядчик строительства Леруа Мерлен в Перми, сообщил о получении документов о соответствии объекта. Точная дата официального открытия пока не называется. Нам осталось получить разрешение на ввод от городского департамента архитектуры и строительства. Городские службы работают оперативно и помогают, идут навстречу. Я думаю, мы завтра сможем уже часов в 10-11 утра прогнозировать открытие магазина до Нового года. Добавим, неделю назад на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвест-климата при Каме Алексей Хомутов заявил, что пермские чиновники затягивают процесс согласования. Это вызвало негативную реакцию региональных властей. Позднее госстроенадзор Пермского края называл в качестве причины отказа выдачи разрешения отсутствие соответствия документации нормам противопожарной безопасности. Около пяти производственных предприятий могут начать осваивать территорию на восточном обходе 119, об этом телеканал РБК рассказал новый владелец площадки. Им стала компания «Земля и недвижимость». Как пояснил гендиректор предприятия, необходимые документы уже подписаны, однако название компании он не раскрыл, но уточнил, что это представители среднего бизнеса. Ранее эта территория площадью 19 гектаров принадлежала компании «Т-Плюс» и разрабатывалась под строительство новопермской ТЭЦ. Сумму сделки и даже порядок цифру владелец пока не раскрывает. Сейчас предприятие занимается развитием инфраструктуры территории и ведет переговоры с департаментом дорог и транспорта Перми о строительстве дорожного кольца на въезде на площадку, что в перспективе даст дополнительные логистические возможности для большегрузных машин и тяжелой техники. Резидентов территории новый владелец обещал назвать весной и уже известно, что компания также вела переговоры и о предоставлении территории для завода «Ремпутьмаш». «С данным предприятием велись переговоры по получению технического здания. Они рассматривают уже готовую площадку для въезда. То есть данная территория имеет железнодорожные откликления и возможность подъездных путей железнодорожных. Пока еще в стадии переговоров и, может быть, они откликнутся и дадут, так сказать, свои техники на месте заключения по строительству». Как пояснил господин Томилин, компания не делала акцент на возможности размещения завода «Ремпутьмаш» на этой территории по причине величины этого предприятия и необходимости серьезных инвестиций. Сейчас на площадке есть возможность подключения к электроэнергии и газу. Эксперты торгово-промышленной палаты назвали проект по созданию кластера туризма интересным, но требующим всесторонней доработки. О стратегии развития этого направления в Прикаме участникам рассказал замминистра культуры Пермского края. Общая стоимость инвестпроекта по предварительной оценке, как сообщил Александр Протасевич, более 3 миллиардов рублей. Из них 70% – это инвестиции компаний на строительство гостиниц, кафе и баз отдыха. От рост туризма порядка 750 миллионов рублей на транспортную и инженерную инфраструктуры и 5% от муниципальных образований. Черновое название кластера «Пермский» пока он имеет лишь каркас, считают и в Министерстве культуры, и в ТПП. Это только наметки. Это та наработка, которая ждет подтверждения у губернатора. И я думаю, что мы к ней еще вернемся и будем разбирать по блокам и по частям. Потому что сегодня была такая общая вводная, большими мазками. И вы заметили, что у участников сегодняшней встречи было много вопросов. Они не совсем успели включиться в проблему, понять в целом, что им представлено. На следующий год, по словам министра, запланирован поиск инвесторов по стратегическим направлениям – культурно-событийному и круизному. Также в течение этого времени должна быть разработана законодательная база для участия в инвестпроекте муниципальных образований и бизнеса. Уже в 2019 году кластер «Пермский» должен принять участие в федеральной целевой программе. Официальный курс доллара снизился на 12 копеек, опустился ниже 58 рублей впервые со 2 ноября. Евро подешевел на 3 копейки. Рубль поддерживают налоговые платежи и высокие цены на нефть. Нефтяные котировки приблизились к годовым максимумам. Баррель-бренд стоит более 65 долларов, отмечают эксперты портала Банки.ру. Также они говорят, сильная волатильность – частые явления в период праздничных торгов. И вряд ли стоит ожидать серьезного продолжения роста российской валюты к доллару. Помимо этого, поддержку рублю в рамках текущей недели также могут оказать подготовка к уплате налога на прибыль 28 декабря и проведение последнего в этом году размещения ОФЗ в среду, добавляют аналитики. Стоимость набора ингредиентов для приготовления салатов оливье и сельд под шубой в Пермском крае снизилась. При этом традиционный новогодний продуктовый набор, наоборот, подорожал. Данные подготовил Пермстад. В праздничном перечне продуктов на семью из четырех человек, состоящем из 29 наименований, больше всего поднялась цена на икру, лососевых рыб и сливочное масло. Алкогольные напитки также продемонстрировали положительную динамику по сравнению с 2016 годом. Но вот курица, апельсины и ряд других позиций, наоборот, подешевели. Цены на сыр, конфеты, хлеб и чай с прошлого года практически не изменились. Общая сумма, необходимая для покупки праздничного продуктового набора, в Прикаме увеличилась за 12 месяцев на 4% и сейчас превышает отметку 5800 рублей. Это все новости к этому часу. Спасибо, что выбираете РБК. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин